Как сегодня здесь проходят ребята Давайте по сопернику два дебютанта Беллатера Два дебютанта Беллатера 74 Здесь большое-большое спасибо Алексею Жернакову, менеджеру Александру Шлеменко За предоставленную информацию, очень сильно помог В том смысле, что была информация из тренировочного лагеря Здесь пойдет все с места в карьер Поскольку долгое время на представление нам с вами здесь не сведет по понятным причинам Сразу по рекордсу пройдемся Тим Вэлш Девять побед, три поражения Бьется и выступает за команду Тим Куэст И пополам со Спортслэп ММА Тренирует его Мэтт Пауэрс и Рогерт Фоллис Серия из трех побед подряд на текущий момент Выиграл шесть из семи последних боев Все девять побед Это или досрочные победы Или с Абмишином или Кио непосредственно Все же девять побед во втором раунде или ранее Ну, собственно, вот, дебютант Беллатера И еще один дебютант Наш Михаил Царев Представитель Новосибирска С хорошим рекордсом 23 победы Два поражения Три, соответственно, ударами 18 техникой 21 из 23 побед Как было сказано, это приемы 15 побед к ряду на текущий момент Ну, давайте уже к бою переходить потихоньку Сейчас все начнется Можно только представлять те нервы, которые Сейчас звенят буквально как струна И давайте наблюдать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Озвучен то, что мы видим Работает Ким Веллsch И видно же Есть навыки определенной работы с сеткой Ну, такая разведка Веллш очень взрывной, очень опасный Очень бьющий прежде всего Не отличается, правда, большой выносливостью Станет это ключевым фактором. Посмотрим, в принципе, на своих соперников. Это укладывать умеет. Про мотивацию здесь никакие дополнительные слова, пожалуй, что и не нужны. Касаемо Михаила. Очень здорово борется в партере. Неплохо поставлен удар и с правой ноги головы, и, в принципе, с левой. Промежуточный вес между боями у Мишу 85-86. Здорово. И перевод. То, что нужно. То, что нужно. Все здорово. Сейчас посмотрим, как будет решать позицию. Ну что, хэлф-маунт запустил. Здорово. Если у Тима не очень хорошо функционал, то сейчас он может как раз потерять достаточно большую часть этой функционалки. Когда соперник сверху находится, активно работает. Мне показалось, что он уже начал выдыхаться. Не знаю, насколько это реально, да. Сначала боя, можно сказать. И попал на гильотину. Достаточно неплохо попал. Ну что, держать, 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 держать тех. Ну что, получится? Как бы было здорово. Получится. Локоток высоко достаточно. Хотя неплохо держит, но локоть высоко. Вылезет, да. Чуть-чуть поглубже не забыл запустить. Видели мы их на, собственно, уединках. Ихаяла, очень плохо. Удар ногой в голову. Нельзя этого делать, пока находятся в портере оба. Если бы стоял Тим Уэлл, чей там можно было бы бить. Удар. Здесь, вы знаете, о умышленном нарушении правил речь-то, пожалуй, не идет. Ну, да. Я думаю, что все-таки умышленный все-таки, да. Показалось, на треугольник ноги забрасывать начал. А здесь, ну, как-то... Второй удар. Ну, второй удар, да, уже ничего не придумаешь. Ну, это Алексей как-то Жернаков объясняет. Нет, нет. Если, говорит, третья точка касается, по правилам уже бить нельзя. Спортсмена лежащего, будем надеяться, что это такое легкое недоразумение. Хотя, конечно, сейчас... Ну, опер и судьи напишут то, что им положено. Ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке? Давайте борься! Очень здорово заряжает им с передней ноги. Да, вот, в район печени, да и в голову может очень опасно попасть. Вот как сейчас? Как сейчас? Ну, во-первых, после этих... Навстречу, как хорошо. А сейчас восстановится, Валш? Удар-проход. Прямо классика, Алексей. Как на тренировках преподаете? Махнул, причем, не вслепую куда-то отмахнулся, а попал. Я бы сказал, сейчас поменялись немножко ролями. Вот вначале очень уверенно выглядел в Тим Валш. Такой весь заряженный был и так далее. Как раз Михаил был такой слегка как бы... Слегка что? Ну, горел, я бы сказал, немножко был вот только-только дебют в состоянии. Сейчас вот поменялись, уже прочувствовали друг друга. Уже есть какая-то уверенность у Михаила. Вот он начинает доминировать, работать больше первым номером и так далее. Вначале работал больше первым номером Тим. Ну, что еще раз удушающе? Попытка делить Тину, да. Тину снизу, в принципе, на соперника, у которого небольшое количество именно выносливости, то есть он себя не очень уверенно чувствует. Вот так вот хорошо повозить, подержать, чтобы и руки подзабились, и ноги подзабились, и выносливость поменьше. С одной стороны, с другой стороны, тот, кто выполняет приемы, тоже достаточно прилично встает. Выполнение приема требует много сил. А треугольник, если попробовать? 30 секунд, и достаточно неплохое положение на треугольнике. Ну, вторая рука у Тима также внутри, а должна быть одна рука, поэтому, может, не выйти. Здесь ничего не получится, но вот выгодное положение, прежде всего. Конечно, при прочих... Ну, здесь рано говорить о каком-то результате поединка. В конце концов, пройден только первый раунд. Десять секунд до конца, но... Ну-ну-ну-ну-ну, вот второй раз, и там дело до дисквалификации может дойти. Не надо абсолютно таким образом сейчас Михайлу отмахиваться. Самый главный вот нерв пройден, нерв стартового раунда. Опять обращаюсь к моему собеседнику, Алексею Олейнику, четвертому данному. Вот, вот, узналось. Обращайтесь, Алексея, к вашему опыту выступлений. Вот, когда первый раз на Беллатор попали, в каком состоянии находились, и на сколько сильно горели, вот, лично вы? Ну, горение, конечно, у каждого по-разному бывает. У меня горение происходит не от того, на каком уровне я турнир, от того, как давно я выступал в предыдущий раз. Ну-ка, ну-ка. Вот, и перед Беллатором я достаточно давно выступал, ну, в предыдущий, так сказать, моем бою. Но у меня было неплохое состояние на первом бою, да, потому что, знаете, обычно хорошее настроение состояния, когда у тебя либо очень хорошая подготовка, либо ты знаешь, что ты слабо готовился, либо очень хороший соперник. Я там дарался с Федором Ямляенко на боевом самбо, я не горел абсолютно. То есть у меня была такая песня в душе. Реально выходил там, не опасаясь, не горяя, не боясь, ничего. То есть, ну, с такими временами нечего бояться. Как раз. Ну, понятно. То же самое вот на Беллаторе бою, я всего две недели готовился на своем первом бою, выходил вот такой, нечего было терять, скажем так. Второй раунд. Ну что, здесь уже можно что-то попробовать. Соперник рабочий. Соперник рабочий. Мне кажется, что здесь он будет, конечно, уповать на свой пушечный удар в первую очередь. Ну, а Михаилу надо действовать чуть менее прямолинейно. Может быть, конечно, ему там не со стороны, ему вне всякого сомнения виднее. Может быть, не тратить столько сил на удушающие приемы. Потому что видно, что наблюдал за его боями очень внимательно. Символ, что по прозвищу чип-шот. Такой подлый трюк, если хотите. Уже начал настраиваться на защиту от входов. Не хочет бороться чип-шот. Большая частью он хочет, чтобы сухой герой будет. Я думаю, и тренера, наверное, в перерыве это сказали, чтобы не лез лучше бороться с Михаилом. Будет рассчитывать сухой удар. Ну, конечно. Хотя я бы сказал, что в ударах он тоже не особо там и доминирует. Больше, наверное, Михаил наносит удар. Вот Михаил, руки опущены. Все-таки нужно подсобраться. Не надо так расслабляться. Даже если это начинает получаться. Ну, получилось завернуть. Проход немного получился. Можно взять позицию сбоку. В том, что Валш его задушит. Я уж, извините, дорогие друзья, вот именно в эту позицию просто не верю. Но немножко спешит. Немножко спешит, чуть-чуть поспокойнее. Будет попытка взять спину. Или просто постучать. Вот спина. Ну, отлично. Отлично. Очень хорошо. Я думаю, все. Вот теперь все. Вот теперь все. С дебютом. С дебютом. С дебютом, Миша. Все здорово. Все здорово. Вышел вот этот вот совершенно бешеный безумие от первого раунда. Ну, а Уэлш, к сожалению, по тому поединку, который мы видели, оказался, ну, если называть вещи самим виновим, функционально просто не готов. То есть, его хватило где-то на первые две минуты первого раунда, когда он очень бодро побежал вперед, когда вот все его пушечные удары выстрелили. Да, хороший выход, хоть его. Ну, хороший выход, это цветы, да. А тут, если себя не покажешь, то никто за тебя этого не сделает. Тем паче, что все-таки здесь позиция очень здорово решилась. Ну, тут понятно, тут тренерский штаб очень здорово проработал. И сам, в конце концов, уже далеко не новичок, 25 боевых много. И здесь, обратите внимание, Алексей, ну, это ваше врачи. С чего все началось? С прохода. С прохода в одну ногу, которую там не таил себе, как бы, по загадок. Сейчас, да, сейчас, насколько я понимаю, будет интервью. Слава Богу, кстати, картинка восстановилась. Жаль, что мой бой. Андрея не видели. Очень-очень обидно. Ну, а Андрея, в конце концов, все-таки поединки в Белатуре уже были. А вот Михаила на данном уровне мы наблюдали первый раз. И слава Богу, все-таки первые были мы никому. Разбирая то, что получилось во втором уровне, в принципе, все довольно прозрачно. Проход в одну ногу, где-то позиция. Взял, потом взял спину. Ну, вот это, кстати, уже от опыта.